Утверждающая же нас Таинство Миропомазания Таинство нашей веры, о котором сегодня пойдет речь, называется Миропомазанием. В этом Таинстве, при помазании освященным миром во имя Духа Святого, человеку подаются благодатные дары, укрепляющие его в жизнь духовной. О благодатных дарах Святого Духа сказал Сам Иисус Христос. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. На протяжении своей многовековой истории Православная Церковь исповедовала одну простую и непреложную истину. Ни один человек не может жить правильно и наследовать вечную блаженную жизнь без помощи Божией. Сам Господь сказал Без Меня не можете творить ничего. Чтобы достичь духовного совершенства, человеку необходимы благодатные дары Святого Духа. Эти дары подаются людям во всех церковных таинствах, и одним из них является таинство миропомазания. Оно совершается вслед за таинством крещения один раз в жизни. Как и все таинства Церкви Христовой, миропомазание имеет божественное установление. В Древней Церкви святые апостолы совершали его через возложение рук. По мере умножения верующих в конце первого века таинство стало совершаться через помазание святым миром. Святое миро приготавливалось из елея, масла и благовонных веществ. Освящали его сами апостолы и их преемники – епископы. Со временем с благословения епископов миропомазание стали совершать священники. По традиции в Русской Православной Церкви Святое Миро – оливковое масло с примесью разных ароматов, варится на Страстной Седмице в особой мироварнице. Она находится в Донском монастыре города Москвы. Освящается миру в Великий Четверг предстоятелем Церкви, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и рассылается по епархиям и приходам. При совершении миропомазания, после чтения особой молитвы, у новокрещенного крестообразно помазываются Святым Миром лоб, глаза, уши, уста, грудь, руки и ноги. При каждом помазании священник произносит тайно-совершительные слова «Печать дара Духа Святаго». Окрещенные и восприемники отвечают «Аминь», что означает «Истинно». Помазывание лба означает освящение ума и мыслей человека. Глаз, ушей, ноздрей и уст – освящение чувств. Груди – освящение сердца и желаний. Рук и ног – освящение дел и всего поведения человека. Это священно-действие символично сравнивают с запечатыванием сосудов, наполненных драгоценным миром. Христианин должен навсегда оставаться «Вместилищем благодати Божией и жилищем Святого Духа». Об этом писал еще апостол Павел. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Таинство миропомазания Таинство миропомазания называют еще Пятидесятницей сошествием Святого Духа каждого христианина. Апостолы, посланные Спасителем проповедовать Святое Евангелие, получили от Господа благодатный дар исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Явившись ученикам вскоре после Своего воскресения, Христос даровал им власть прощать грехи. Он дунул и сказал, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И только в день Пятидесятницы, не спаслав на учеников Духа Святого в виде огненных языков, Господь наделил их всей полнотой даров благодати, необходимой для жизни Церкви. Подобно апостолам, христианин, получивший в Таинстве Крещения оставление грехов и рождение в жизнь вечную, обретает в Таинстве Миропомазания полноту даров благодати Святого Духа. Среди неисчислимых даров Духа Святого наивысшей – христианская любовь. Посредством Таинства Миропомазания в душе христианина насаждается божественная любовь, а вместе с ней – радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Цель жизни христианской – есть стяжание Святого Духа. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»